и так значит мы на прошлом занятии если вы помните в контексте как бы цели задач которые стоят перед нами перед нашими лекциями и вашими соответственно обучением безопасности таких объектов да ну прежде всего механической безопасности как вы помните мы говорили прежде всего о задачах оценки расчетной оценки до математического моделирования расчетной оценки напряженно деформированного состояния динамики прочности устойчивости вот самых разных конструкций систем показывали вам вот там те самые объекты задачи на которых мы не просто тренировались и не просто оттачивали свое мастерство хотя конечно было и то и другое да вот но и давали реальную оценку вот этим самым параметром безопасности механической сопоставлялись с альтернативными расчетными исследованиями да ну и как бы давали заключение по тому самому научно-техническому сопровождению то есть пассажа в том числе по сравнительному анализу этих параметров но и защищали в экспертизе разумеется да потому что в экспертизе много вопросов значит у них свой жанр государственной экспертизе они должны проверить жесткое соответствие значит основных положений проекта ну и расчетного обоснования разумеется действующим нормативом в россии да ни в коем случае не каким-то новым не каким-то там научным каким-то изысканием а именно действующим российским нормативом но прежде всего мы вспоминаем до федеральному закону 384 град кодексу госто 2014 года по надежности до строительной конструкции оснований ну и всему массиву сп сводов правил которые в настоящий момент считаются действующими мы говорили также о том с вами если вы помните что ну на предыдущих занятиях применительно к нагрузкам и воздействиям что тут очень много белых пятен да ну как нормах так и вот специальных технических условиях которые ну разрабатывается в тех случаях когда норм требования норм недостаточно ну или более того они противоречат сути задачи объекта значит эти задачи значит решается сегодня в научном поле я уже говорил с помощью в том числе физического в аэродинамических трубах например до нагрузки и травы и снеговые с определенной степенью точности говорили об этом много да и математическое моделирование до на основании решения задач то есть методологии и инструментария вычислительной механики жидкости и газа или вот как вы видите здесь это написано по-английски ну это такое такая принятая аббревиатура вошедшая в такой научный я бы даже сказал обиходный технический сленг cfd да но это означает перевод как вы наверно догадываетесь computational fluid dynamic да значит вычислительная динамика жидкости ну и газа давайте посмотрим какие задачи решались очень кратенько потому что повторяю у нас сегодня наверное на эту тему на тему вот такого обзора до того что делалось в том или ином направлении у нас с вами практически одна лекция но вот собственно то время которое мы располагаем я сейчас у себя мобильный доработу возьму у нас с вами впереди еще один час 20 минут до итак объекты и задачи погнали как говорит молодежь да ну понятно что начинали мы давным-давно уже лет страшно сказать когда ну 18 может быть 19 тому назад причем тоже наверное об этом рассказывал какой-то сейчас посмотреть в этом там уж такой жестокой закономерности наверное нельзя почему мы занялись я это для себя так так объясняю и для себя и для тех кто нас нам задает вопрос почему мы такие исконные матерые прочнистые это тоже вам интересно просто как опыт жизненный который возможно вам поможет когда нибудь почему мы такие матерые прочнистые вдруг взяли задачи вычислительные значит механики жидкости и газа то задачи гидрогазодинамики вычислительные да ну что нам не хватало что ли значит знание умений проблем головной боли с вычислительной механики механикой твердого тела конструкции до сложных систем статика динамика нелинейность но все о то о чем мы говорили ранее да да нет хватало и хватило бы сейчас но оказалось так что в такие критические моменты жизненного пути ну вот в том числе я говорю не а этапов жизненного цикла здания нашего жизненного пути выяснилось что вот те кто должен был на нам вроде бы подносить вот эти самые патроны и снаряды для того чтобы мы хорошо стреляли из пушки до пушка называется вот расчет зданий и сооружений да а снаряды это вот как бы исходные данные так ну вот например там нагрузки и воздействия те же ветровые снеговые ну и не только до сейсмически можно туда добавить и многие другие вот так что подносить то некому было да то есть нам приносили какие-то старые зажавевшие снаряды которые не лезли там не отвечали ни по калибру не там по степени годности вот то есть как бы мы в нормах пользовались ну совершенно такими простейшими до совершенно простейшими случаями которые никак не подходили для вот таких зданий сооружений новых конструктивных форм покрытий высотных комплексов до для которых ну вот и ветровые там и снеговые гололедные ну и можно там через запятую еще много чуть перечислять вот ну конечно они не имели ничего общего с теми нормами и теми там сказать упрощенными аналитическими полуэмпирическими зависимости которые предлагались к исполнению ну вот мы так потыркались год-другой на этих уникальных объектах и стали отчетливо понимать что ну если мы не возьмемся за это вот ну как бы при отсутствии других так которые если занимались там кунти аэродинамикой тот кто было до космические корабли самолеты там ну мосты в крайнем случае до продувка или там вычислительная аэродинамика и газодинамика да но уж никак не строительные конструкции здания комплексы там микрорайоны города и так далее вот то есть мы при четко представили эту ситуацию до четко она перед нами предстала что если вот мы будем и дальше пользоваться вот такой степени приблизительности исходные данные по нагрузкам воздействиям то грош цена будет и нашим расчетом напряженно деформирована состояние потому что помните как мы говорили ну а нафига козе баянта да если мы так точно считаем параметры мдс но при этом так не точно знаем те нагрузки и воздействия при которых мы считаем да то в общем то результат значительной степени будет обесценен ну и поэтому даже во многих случаях опасен да потому что мы как бы уточняем непонятно что да вот поэтому вот те самые 18-19 лет назад когда вот в начале этого тысячелетия я бы даже так сказал это совпало практически так вот первые 2000 2000 2001 года по-видимому этими годами можно отметить ну самое самое начало нашего такого уже более пристального интереса и вот неудивительно вы помните 2004 год трансвальд парк мы уже были ну по нынешним временам это конечно смешно выглядит да но все-таки как-то оснащены с тем чтобы хотя бы в плоской задаче да тоже трансвальд парк значит ветром продуть учислительно до математически вот понятно если мы это делали с первой попытки у нас бы это не удалось то есть тому было значит вот несколько лет предшествовало до знакомства с литературой с опытом а действительно ли мы так не могли до конца поверить никто этим не занимается да было две-три попытки в россии этим заниматься но это носило скорее такой эпизодический характер не на системной основе ну и в общем-то для решения несколько иных задач там не для использования этих нагрузок и воздействия в том числе для последующей оценки механической безопасности итак мы взяли за это продвинулись вот освоили методики освоили программный комплекс тогда это был уже появился до ncc fix я буду показывать только с его помощью решенные задачи сейчас это такое мощное крыло помните я вам показывал да значит называется nc сивди то самое сивди да как раз компетеншен влюдаемик на то есть иногда вот важно знать вот и такие термины сразу понимаешь о чем идет речь так вот тут виден виден стадион вы наверно даже скажете какой ну вот тут кстати и написано какой да это вот наши опыты со стадионом зенит ну или как он сейчас называется газпром арена в питере но сложный такой по форме сложные с точки зрения обтекания с точки зрения ветровых ну добавлю от себя и снеговых и гололедных в том числе нагрузок вот такой опыт у нас был вот здесь показаны модели так в том числе модель встроенная вот в такое видите шайба как мы ее называем это пол километра высоту и примерно километром радиуса до куда встраивается вернее из которой выдавливается до очертания фасадов обтекаемых поверхностей вот этого исследуемого сооружения да это вот как бы геометрическая модель геометрическая модель а тут уже видите конечно но только не элементная объемная модель потому что в качестве численного метода расчета задачах ну наиболее продвинутые так скажем программные комплексы и вычислители используют не метод конечных элементов а его ну назовем такую газа динамическую модификацию под названием метод конечных объемов ну показаны некоторые результаты но вы видите что выглядит они вполне правдоподобно красиво да ну здесь показаны в частности поля давлений вот по разным срезам ну и показано заодно как видите разные формы представления ну конечно только вычислительные да вот современные вычислительные а это было вот эти расчеты мы проводили где-то так 9 лет назад как раз период пика наших исследований стадиона зенит в основных прочностных но и вот и и ветровых да вот с такой степени подробности различные формы представления и точности ну конечно не как ни в какой трубе вы это не получите да сразу хочу сказать вот здесь мы как раз это был один из тех случаев где мы показали не просто жизненность не просто конкурентно способность вот вычислительной гидрогазодинамики но и в частности ветровой аэродинамики для задач строительства но и показали существенные важные преимущества до о которых мы еще конечно тоже поговорим ну конечно если говорить о объеме решенных задач точнее говоря объектов строительства тут на первом месте и был такой всплеск я бы сказал лет пять шесть семь восемь назад на первом месте стоят конечно жилые здания и комплексы даже да такие даже микрорайоны можно сказать да по по объему современному москвы ну просто москва как бы шла тут впереди требовались значит уточненные данные а вот вы же прекрасно видите да вот это здание она называется зодиак да видите какой она формы ну какие нормы но какой сп до нагрузки воздействия но какое приложение по и пюром давления ветрового до 0 и там аэродинамического коэффициента да что то же самое как может дать вот для такой сложно сочиненный архитектором до формы ну нет конечно даже близко даже представить себе на основании там большого опыта это очень сложно поэтому вот такие расчеты проводились причем иногда в такой я бы сказал очень с вычислительной точкой зрения ну я бы сказал такой пионерной до или рекордсменской постановки но тут например показано да вот как вы думаете что это вот за маленькие такие шайбочки да вот такие видите 24 шайбочки видите да вот эти каждый шайбочка это вот этот область воздушную воздушную область куда из которой выдавлена вот это здание ну плюс окружение да видите да там не очень высокие здания рядом но тем не менее которые оказывают влияние на картину обтекания так то есть это мы все учитываем как вы думаете что чем отличается каждая шайба и из этих 24 и почему вдруг нам пришло в голову вот такую модель построить да где вот 24 области одновременно одновременно да есть мысли у вас какие-то ветер не ветер конечно оком нужно ветер и считаем да то есть мы ветер вот границы вот этой шайбы в одном направлении да в каком-то но например в этом направлении да мы ветер и прикладываем да сейчас секундочку ребята тут отвечу быстренько ладно дмитрий лекцию сейчас читаю для перми попозже можно наберу я наберу вам хорошо вот еще какие мысли то что ветер да без сомнения не подлежит сомнению точнее говоря да вот значит вот с этого места как говорят некоторые значит люди поподробнее что вы имеете ввиду разные в разные ну а вы видите эту надпись да я ее не видела вы увидели в такой траурной рамки да то есть мы сказали так нам было лениво но нам как расчетчиком как исследовали и мы подумали ну не то что мы первые подумали в мире такое уже делалось но раньше у нас не было таких вычислительных возможностей а тут мы подумали они сделать ли нам так вместо того чтобы строить 24 модели да ну то есть либо 24 модели либо значит в каждой модели прикладывать ветер ну с шагом там скажем 15 градусов да почему 24 чтобы со всех направлений а давайте сделаем так каждую шайбу до сделал в нее в пишем это дело с поворотом на 15 градусов то здесь так такой до комплекс тут он повернут на 15 градусов тут еще на 15 и дунем с одного направления и мы получим для этих 24 шайб до практически полную картину при всех углах да да вычислительная размерность 24 раза увеличивается да и достигает почти внимание 100 миллионов ячеек да то есть огромнейшая размерность но возможности современных методов численных до программных комплексов их реализующих вспоминаем ncfx и распределенных кластерных вычислений которые были в нашем распоряжении вполне нам позволили это сделать да ну и вот мы сразу за один прием да не там в параллель как-то за один прием получили ну и потом естественно с помощью макросов обработали результаты по всем 24 шайбам по сути дела по 24 направления красиво задаю вопрос но не слышу ответа нам показалось что красиво да разумеется мы не грузили этими подробностями наших заказчиков но с точки зрения вот выполнения работ это был такой удачный прием где ну как бы большую большую тяжесть до всяких там вычислений и прочее мы переложили на компьютер да ну благо он железный до работы с утра до ночи да как бы не зная устали вот такие результаты в частности вы видите вот я обращаю ваше внимание как выглядит верхние огибающие до максимальных и нижние огибающие минимальных давлений вот ну на поверхностях естественно да на фасадах вы видите насколько сложная насколько сложное распределение да существенно неоднородное распределение давления вот но на которой надо рассчитывать ну и несущие и главным образом фасадные конструкции да чтобы их там не вдавливала и не выдавить искать него немало до из стекла пакетов ну еще один объект из той же серии примерно в то же время но чуть позже это юго-запад москвы там был запад это юго-запад но мы видим тоже новое здание но но проект новых зданий до в застройке существующие вот эти здания 2 до такой сложной формы понятно с сильным влиянием друг на друга с таким ветровым коридором вот который здесь возникает и результаты не стационарных как вы видите зависящих от времени расчетов в частности ветровое давление на определенной поверхности до который вот носит такой характер так ну и должен сказать что тут были получены в том числе и такие качественные новые результаты ну то есть по сравнению с нормами да потому что ну вот возьмем например вот это здание видите вот такое здание она по форме напоминает такое толстое крыло да ну толстая такой толстого больше большого сечения да но и вот получили мы что что если мы считали по нормам ну там арт 2 ортогональных ли сколько направлений мы имели бы один результат да ну вот снип оске видите до результат он где-то вот тут вот он видите это смешно и сп нынешний да вот а вот какой результат мы имеем вы видите под подавлению ну или по силе точнее результирующий при другом угле то есть это по сути дела тот самый эффект того же жуковского подъемной силы до который возникает при определенных углах набегания ветра до потока воздуха на крыло и он сказался это подъемная сила вот она такая боковая до который конечно никакие нормы никакой сп для зданий сооружений простых форм не учитывать конечно же вот это было показано и не скроет а был мой первый аспирант из этой новой серии до которого защищался первым из большой группы это вот эти результаты легли в том числе в основу и его диссертации да ну еще вы видите когда я говорю о микрорайоне ну про по сути это вот такой ну как бы мега квартал до один из крупнейших москве называется он ну тут написано зодиак это ошибка да это ошибка значит называется он по-другому так как я вспомню пока буду говорить скайфорд он называется да скайфорд то есть такой небесный форт до небесная крепость это по сути огромный квартал с один из крупнейших комплексов москве по количеству жителей он уже построен ну тогда когда мы его считали он конечно еще был только в проекте в этом был смысл расчета и мы считали здесь и нагрузки нанесущие на фасадные и даже пешеходную комфортность но здесь показано на фасадной конструкции но вот действительно народу так много и скопление его столь значит концентрировано что сегодня в москве ну может и в россии тоже такие комплексы называются человеками не муравейники да а человеке ну аналогия понятного да но и мое отношение да наверное тоже понятно так я даже не могу вот мимо этого пройти давайте я сейчас пока мы с вами разговариваем да вот здесь из-за меню а то я так вот потом буду рассказывать до народу и они будут не правы так что-то не тон так насчет напишем sky ford так токи так что с такой-то давайте мы так поаккуратнее так окей так сохраняем и идем дальше ну вот такое да видите тоже очень необычной формы здания ну и фасадные конструкции большой такого такое как бы много там стекла фасадных иных конструкций форме тоже такого крыла да это сделано если посмотреть в разрезе до профиль это железнодорожный вокзал в адлере объект инфраструктуры сочинской олимпиаде то есть он был построен сочинской олимпиаде зимний 2014 года но это же было конечно очень много вопросов а какие здесь нагрузки до ветровые но потому что это близко к побережью чуть поводали уже начинается хребет кавказский да тут такой ветровой район достаточно сложный формируются некие ветровые потоки но вот здесь показано на наши модели вот что там включалась в эту модель какие здания сооружения область расчетная да ну и некоторые результаты как раз ветрового давления да как видите опять же это подтверждение тех нехитрых мыслей которые говорила вначале о которой говорил очень сложное ну непредсказуемое абсолютное распределение я уж не говорю не про колик качественное но и количественное непонятное распределение на при давлении которые ну естественно потом уже прикладывались как расчетные нагрузки для анализа несущей способности фасадной конструкции ну и несущей конструкции также этот объект может быть вы видели это один из подмосковных жилых комплексов опять же проект вот это вот про правая вот эта тройка на одном стилобате значит в городе пушкина ну полный комплект полный комплект исследований если говорить о жилых комплексах все это нагрузки на несущие которые потом используются повторяю при обосновании безопасности несущей конструкции нагрузки на фасадной конструкции аналогии для фасадных и пешеходная комфортность да то есть чтобы вот на этом стилобате в частности ну никого не сносила с ног там не ломала зонтики ну и вообще люди могли там проходить спокойным шагом да ну вот здесь показаны некоторые результаты не только видите давление на несущие фасадной конструкции но и вот зоны значит скорости ветра здесь показаны да на высоте полтора метра как раз то что определяет параметры пешеходной комфортности комфортно некомфортно но вы спросите а что делать если не комфортно ну есть приемы да там зеленые насаждения которые тоже обсчитываются да можно их обсчитать предложить обсчитать ну и там всякие щиты ну на которых можно рекламу какую-то или иные там ну информацию социальную там поместить да то есть это в общем тоже решается это же считается да что хорошо но вот здесь обратите внимание это тоже московский объект где-то 6-7 лет недавности где-то так юго-запад опять же да вот у нас много юго-западных как-то так попадается вот это на химовский проспект вот 3 3 таких близко стоящих зданий посмотрите да то есть это такой как бы идеальной с точностью до наоборот до идеальные случаи формирования такого сильного ветрового потока вот в этих воздушных коридорах до таких туннелях тонких узких до между ними но вот здесь показаны модели и обращаю ваше внимание с какой степени детальности мы прорабатываем здесь вот это всю фасадную конструкцию все вот эти выступы до вмятины и там до ниши на которые сейчас так гораздо и и падки архитекторы современные они все так сказать в этом деле между собой соревнуются да кто там выпендриться посильнее вот вот это все должно быть очень но если и когда мы хотим определить вот эти самые ветровые давления пиковые ветровые давления на вот эти самые фасадные конструкции ну вот здесь показано как это модель встраивалась модель застройки это уже конечно объемная модель но фрагменты и результаты результаты но результаты ровно те которые необходимо повторять для того чтобы определить нагрузки нанесущие фасадные но и заодно с пешеходной комфортностью разобраться ну означает ли это что в нашей практике практики вот применения наших же и не только наших разработок методик программных комплексов встречается только гражданские ну или общественные гражданские сооружения жилые общественно нет конечно более того вот такой тренд тенденция последних может быть вот несколько лет но не только последних лет но последних особенно связи вот с кризисом экономическим санкциями контр санкциями ну и там значит далее по списку у нас все больше как бы все больше крен своеобразный до происходит в сторону энергетических сооружений сооружений энергетики это атомная гидро ветровая так и сооружений промышленного типа да ну типа промышленность всякая разная да промышленность нефтехимическая значит металлургическая горнодобывающая обогатительная но вы понимаете их много всякие заводы вот тут у нас буквально сейчас мне звонили это вот огромный супер завод по производству заводов есть такой до завод по производству заводов для платформ по добыче значит изжижению газа спг вот такой очень сложное сооружение как бы пришедшие к нам из значит романов фантастов да так скажем то есть огромные по размерам по функциям своим да вот она сейчас проектируется и уже началось строительство там но начальная стадия там в районе мурманска чуть севернее да огромное сооружение такой циклопических масштабах до который нуждается тоже вот в тех же самых там определение нагрузок и воздействий тем более ветра там как вы понимаете на северах не шуточные не просто в москве не то что в перми прямо скажем да вот ну ветра там снега но и прочей нагрузки так вот я как раз привожу пример опять же примерно вот там пяти-шестилетней давности думаю что где-то там находится этот пример это крупнейшая крупнейшая в россии вы видите она уже практически построена ну вернее на на этой фотографии она была уже так сказать стадии финальной достройки до финализации строительства но это было повторять тогда сегодня практически все построено более того как я понимаю готовится к пуску вот эти энергоблоки второй ново-воронежской атомной станции это крупнейшая как бы градирня по размерам по габаритам в россии не в мире в россии но достаточно сказать что высота ее 172 метра да так функция представить да такой 50-этажный домик такой да с гатом она представляет собой как вы видите такую параболического да или там гиперболического как смотреть по очертаниям тонкостенную железобетонную оболочку действительно очень тонкостенную так на колоннах видите на системе колонн таких значит почему возникла потребность в наших исследованиях в частности какой был ну толчок практически к ним да он был этот толчок а именно в том что вот эти колонны наклонной да вот вы видите да вот эти нижние колонны они уже в стадии строительства ну точнее достройки в них были зафиксированы трещины трещины ну значит как говорится что-то пошло не так как принято сейчас говорить а что именно не проектировщики не застройщики не знали ну и к нам обратились да как как же иначе но вот мы как бы выполнили тут полный цикл исследования включая определение ветровых нагрузок причем ветровых нагрузок как от обычного ветра от урагана и внимание даже от торнадо от смерча да ну понятно что за время встретиться смерч там не было зафиксировано вообще говоря европейская часть россии ну первым здесь не исключение москва даже не исключение да значит является такими вообще говоря смерчи опасными до районами ну конечно это не аризона и не оклахома да где вот эти такие долины смерчей в америке но все-таки значит были случаи причем и трагические да причем ну вот во второй половине например 20 века там вот ивановский смерч известный который там сотни погибших было да то есть это на самом деле реальная опасность да она редко да это особое сочетание нагрузок как мы говорим да тем не менее значит не учитывать это для таких зданий сооружений повышенного уровня опасности но атомной станции конечно держит тут перенступа как бы с одной стороны по своей опасности потенциальной ну и соответственно по жесткости и многообразию требований по оценке безопасности вот поэтому первом стадии да вот мы посмотрели да вы видите опять же эту шайбу почему две градирни ну наверно понятно да потому что значит два блока у каждого блока по градирни вот такой мощный 2 градирни тоже уже достроена так то есть она строилась с некоторым задержкой да по фазе ну в общем она тоже построен и вот мы посмотрели что тут происходит ну смотрите видите здесь такой довольно интересный поток формируется причем здесь обтекание не только внешне да в отличие от зданий сооружений но большинства да скажем так поскольку вот эти колонны да здесь свободное пространство ну и сверху тоже ничем ведь идут формируется и внутренняя аэродинамика до сложная такая то есть это такое внутреннее и внешнее обтекание одновременно да очень интересная задача очень интересные картины и вот как выглядит аэродинамические коэффициенты до в зависимости от ну разных высот да вот если мы смотрим по окружности но опять же если мы скажем а что говорят на эту тему нормы российские так ну российские мало чего говорят а вот например немецкие нормы сейчас объясню почему немецкие ну немецкие нормы сейчас понятно ходят под еврокодами но тем не менее есть такие да дины так называемые да вот график вот этой значит дины да вот он такой черный ну можно сказать что и похоже да но похоже качественно но не количественно как вы видите да не количественно потому что от высоты это сильно зависит и трансформируются но вот как выглядит давление ветра там да на внутренней поверхности градирной тоже вот на внешние вот здесь да а это вот на внутренние тоже видя такие ну слабо прогнозируемые интересные картинки да а вот как выглядит значит картина трещинообразования тоже как вы понимаете прочностной расчет до с определенными моделями нелинейности железобетона да это в энд сессе делалось тоже на 7 механикл соответствующими типами конечных лин как вы выглядит картина трещинообразования при прохождении ну вот такого смерча ну не такого который мы смотрели да это самый сильный ветер он сильнее чем при урагане что несложно понять почему да и вот видите то есть это такой гипотетическая картина но включая картину трещинообразования в колоннах но и наш прогноз насколько опасна та картина трещин которая была выявлена в процессе строительства да тоже здесь был опять же возвращаясь к нашей жизни московской данном случае да не только наверное в москве но в москве понятно это москва идет впереди и последние годы очень модно москве стали стала проектирование строительства ну и соответственно эксплуатация так называемых транспорта пересадочных узлов да то есть это такие транспортные узлы где можно пересесть там ну с какой-то там магистрали на железную дорогу на кольцевую дорогу мцк там да на метро вот сейчас там еще норовят построить какие-то торговые центры в этих значит в этих пересадочных узлах иногда даже офисные жилые здания как бы сейчас до этого дела даже доходит да но один из таких объектов где как раз вот это пересечение до реализуется разных транспортных потоков это кутузовский такой на кутузова это как раз вот кутузовский проспект один из таких известных москве вот с пересечения с московской кольцевой дорогой новый до мцк и с метро да вот такой как бы комплекс да еще железная компом тоже есть дорога вот ну вот значит помимо вопросов ветровых нагрузок на несущие фасадные конструкции они конечно как всегда стоят тут конечно вопрос пешеходной комфортности ну даже не пешеходный я пускал так пассажира комфортности почему потому что тут вот эти есть перроны такие в этих проемах вот они там есть да это по сути такие ветровые коридоры да и интересно понять насколько комфортно будет чувствовать люди себя на этих перронах да то есть помимо того что идет поезд там он выдавливает столб до воздуха как бы мы это чувствуем да и метро там и не только вот но еще вот ветер но такие задачки тоже были решены результаты были получены соответственно все эти расчеты были защищены в экспертизе да причем обращая внимание видите да ну вот например вот на этой модели ну вот на этой да что вот сам транспорт присадочный узел это вот это да а вот на него очень большое влияние оказывает это окружающая застройка она тут такая нехилая да в районе кутузовского проспекта да то есть это все надо было в эту модель в этой модели задать впихнуть да ну и посмотреть как бы как это все реагирует на ветровые потоки входные ну вот вы видите тут уже такое совершенно новое веяние мы как бы этому веянию поддались ну или нас там как бы в него вовлекло этот поток нас туда засосал где-то года три-четыре назад первое да это первый наш опыт был года три-четыре назад а теперь мы достаточно регулярно ну как минимум раз в год занимаемся вот новыми ветра парками которые сейчас спроектируется в россии я вам все говорю в том числе чтобы немножко на напитывались до некой информации насчет технического прогресса да в россии в частности какие сферы он охватывает какие объекты он охватывает да какие задачи связь с этими объектами возникают ну понятно что большая часть из этого можно почерпнуть в открытой литературе но здесь я вам показываю это концентрировано из позиции да вот именно оценки ну в данном случае нагрузок воздействия вообще говоря параметров механической безопасности вот этот ветропарк по сути первый ветропарк новой волны в россии мощностью 35 мегаватт каждая установка там 14 было таких до казу установка мощностью два с половиной мегаватт это было изделие китайская да то есть тут все китайской кроме фундамента до фундамента устройство фундамента и то есть проектирование и строительство фундамента вот все выше фундамента имеется ввиду вот эта башня металлическая пустотелая это гондола турбина и значит лопасти углепластиковые это все китайская была такая известная фирма дон фанк но почему я говорю известная и почему китайская не российская да но дело дело в том что россия по нынешней то скитабель о рангах находится в самом хвосте самом хвосте движение за возобновляем возобновляемую энергетику да ну так назовем вида возобновленные источники энергии но к ним прежде всего сегодня относятся по мощности да по развитию по прогрессу прежде относится ветровая энергетика вот о которой мы сейчас говорим и солнечная энергетика да то солнечные электростанции и там и там у россии позиции в самом самом хвосте ну понятно кто то говорит что россии много других источников энергии атомная тепловая прежде всего по мощности больше всего да потом атомные потом гидро ну так то но так но с другой стороны вот значит негоже да пренебрегать вот этими новыми источниками тем более что ну значительно их часть она по крайней мере менее экологически как сказать нагружена до нагружает в меньшей степени экологию чем ну вот например какая тепловая да вот и в значительной степени чем hydra и атом поэтому все равно в этом направлении двигаться надо хотя есть и не только сторонники но и противники этого движения вот ну вот почему я говорю про китай потому что китай с некоторых времен вышел на первое место в мире по мощности вводим их и вообще по суммарной мощности ветровых электростанций вот ну надо сказать что как многое в китае цифры ну которыми они оперируют мощности вводимые мощности вводим и мощности по ветровой по солнечной энергии они просто не укладываются в голову да в том смысле что они за день строят больше чем россии за весь год по многим параметрам да и по многим объектам и отраслям ну так чтобы вы понимали да их конечно больше китайцев в десять раз да ну чуть больше но строят они не в 10 до 100 с лишним раз больше причем вот технически передовых отраслях мы не говорим о каком-то плуге там лошади и так далее мы говорим о технически передовых отраслях вы видите такой пример вот это китайского то сказать цель натянутого объекта но тем не менее надо было посмотреть какие нагрузки от китайцев этих данных не получили какие нагрузки в том числе от ветровых прежде всего до передаются на фаст на фундаментные конструкции фундамент это переменная потолщину фундаментная плита со своими с нескими рядами свои для того чтобы правильно их запроектировать прав правильную часть проекте да вот при этом выполнялся такой расчет расчет при фиксированных лопастях и ураганом ветре ураганами то есть сила ветра ураган это 100 который раз 50 лет постулируется в этом районе вроде это район ульяновска ну практически на берегу волки там чуть поды ну вот показаны некоторые результаты динамические по времени ну и некоторые красивые картинки конечно конечно это все можно и анимировалась тоже то есть это все производится должное не только правдоподобно производит должное впечатление да опять же вы можете спросить а что вот это за объект такой вроде совсем простой да вот совсем простой причем тут аэродинамика ветровая а вон нет а вот нет где-то года три-четыре назад ну примерно тогда в действие вступили новые нормы точнее гост такой да гост по надежности строительной конструкции основания в котором частности подтверждается утверждается и предлагается до выполнять научно-техническое сопровождение особо ответственных объектов то есть не обязательно уникальных да но особо ответственных да значит как бы выход из строя как-то в которых ну то есть которых нарушены критерии безопасности ведет к большим ну потерям скажем тогда потерям это может быть не обязательно человеческие потери экономические потери да вот ну и так далее причем была введена классификация классификация вот этих особо ответственных объектов но объекты так называемого класса к с 3 по этому госту до класс сооружения до к с 3 особо ответственный или повышенной ответственности да и собственно говоря тут требования были такие что для этих зданий и сооружений необходимо в рамках научно-технического сопровождения выполнять альтернативные расчеты помните маску на говорили независимые расчеты по независимым расчетной модели в различных программных комплексов ну дальнейшем сопоставляя и приводя в должное соответствие результаты этих расчетов но и только после этого и соответственно это касалось по касался нагрузок и воздействий что вот нагрузки и воздействий для значит вот таких особо ответственных объектов класса к с 3 требуется определять либо физическим моделированием либо как сейчас вот в новых нормах я говорил да математическим моделированием ну либо каким-то еще там методом то сказать имеющим научное подтверждение и силами специализированной организации скажем так то есть теми организациями которые имеют ну как бы заслуженное научное признание и опыт в этой области ну вот нет стадия вполне к этому под в этот к этим критериям удовлетворяет поэтому вот сейчас такая волна пошла да вот это как бы одна из маленьких волн да вот эти этого прибоя пошла волна вот такого рода здания да это вот копер да это копер ствола рудника скалистой ну в районе норильска это одна из крупнейших шахт будет до по добыче всяких там полезных назовем это мягко ископаемых до которые в районе норильска до всякие там цветные руды цветных металлов и так далее титан никель ну и так далее до медь то есть такая как бы одна из основ горнодобывающей горно перерабатывающей промышленности россии да такая новая но понятно это это норникель это в районе в районе норильска до район вечной мерзлоты ну то есть там масса проблем всякого рода но среди них есть вот и определение ветровых нагрузок да с учетом вот взаимного влияния в том числе рельефа местности взаимного влияния различных зданий сооружений вот этого копра но вот здесь показаны некоторые результаты да значит из-за поля скоростей динамические коэффициенты при одном направлении при другом направлении ветра да ты все это тут видно ну и мы уже говорили с вами помните наверное что не всегда не всегда вот такое деление ну которая является для нас привычным да и который на самом деле пронизывает многие нормы нормы и многие методики подходы устоявшиеся до к оценке безопасности когда у нас есть с одной стороны нагрузки который там какой-то один дядя определяет или задает да и есть собственно говоря реакция на эти нагрузки сооружения но в том числе напряженно деформированное состояние прочные да по прочим критериям безопасности который другой дядя определяет с учетом вот этих нагрузок и войти да да эти подходы исторически давно развились они в значительной степени оправданы да но когда когда если вот эти самые внешние воздействия назовем их тогда действительно как бы однонаправленно в том смысле что эти нагрузки и воздействия оказывают влияние на это сооружение наше или здание да а это здание это здание или сооружение не оказывает влияние на эти нагрузки и воздействия да мы знаем это правда что если у нас достаточно жесткая да ну не податливое сооружения а нагрузки не столь велики чтобы выдать вызвать сильной деформации перемещения этот подход как правило работы до вот такого разделения да то есть с одной стороны баррикад те кто занимается нагрузками воздействиями да с другой те кто занимается прочностью ну я сейчас не говорю о том что мы как бы по обе стороны этих баррикад находимся но предположим это разные до организации а есть случаи мы тоже об этом говорили когда такого разделения сделать нельзя если только мы не хотим принять если мы наоборот хотим до дойти до сути дела да то есть мы хотим определить правильное да правильную работу нашего сооружения или здания то есть у нас конструкция достаточно гибкая гибкая податливая да если поток ну скажем достаточно силен поток воздуха например да если мы о нем сейчас говорим достаточно силен для того чтобы раскачать эту конструкцию да то начиная с какого-то момента вот эта возможность разделения нагрузок и реакции на нагрузки она становится уже неправильно да то есть система связанная уже нет нет развязанная да а связанная система которая называется аэроупругой системы да начинает совершать автоколебательные движения то есть возбуждаемые потоком колебания например ну или статические перемещения в разном случае диверегентные формы потери устойчивости до становится настолько значимыми что они оказывают влияние на сам поток да то есть мы у нас есть такая как бы связанная да это такой парный танец начинается да не каждый по отдельности да а парный танец партнер и партнерша да так влияют друг на друга да то есть нельзя сказать что кто-то давит а другой только таскать подчиняется нет да так сказать такой парный танец начинается связанная задача аэропругости так и с этой связаны задачи связаны извиняюсь за каламбур да очень многие интересные и опасные явления но вот класса флаттера бафтинга галлопирования о котором вы наверняка слышали и которые послужили причиной разрушения разрушение нет целого ряда сооружения ну или опасных колебаний такого как такомский мост или там болгоградский мост танцующий там уже в этом тысячелетии ну так же как раньше там несколько десятилетий там или можно сказать почти 60 70 лет назад они были причиной разрушения крыльев вот этих сверху звуковых самолетов да так называемого флаттера крыла да ну вот и долгие многие ученые бились над тем чтобы понять природу природа этого фла этого явления автоколебательного да ну и соответственно должным образом отреагировать да то есть предложить соответствующие конструктивные мероприятия которые бы снизили этот уровень вибрации до приемлемого уровня так не разрушающий уровень это с этой задачей скажем аэродинамики в области там самолетов там да ну потом и космические корабли успешно справились так но вот тем не менее в строительстве как вы видите там на основании мостов там и так далее есть такие задачи и одна из таких задач так сказать прошла не просто мимо нас а мы так сказать занимались этой задачкой вот здесь показан проект стадиона торпедо ну точнее он называется что-то типа типа что такое спортивный центр имени стрельцова эдуарда но был такой известный да вы помните наверное футболист в советское время еще такой самородок да с тяжелой судьбой но вот он выступал как раз за торпеда вот это район моего детства я хорошо знаю это это вот новый проект до который сейчас значит долгое время утверждался долгое время как бы разрабатывался нашими заказчиками заказчиками наших расчетных исследований но к сожалению сейчас как я понимаю там в ходу уже другие заказчики и другой вариант проекта ну менее интересны для нас да а тут был интересный почему потому что помимо вот этих самых трибун вы видите тут такие очень гибкие покрытия это по сути мембраны металлические до мембраны очень тонкие металлические мембраны которые натягиваются но на некоторые там значит раму до затягиваются ну и понятно что в потоке воздуха вот потоки воздуха эти мембраны тонкостенной оболочки могут совершать вот те самые неприятные до автоколебательные движения которые не только как бы неприятно для них самих но и вызывают как бы изменение потока ну соответственно поток влияет на колеблющиеся ты могут возникать а может могут и нет это расчеты должны показать возникать вот эти неприятные автоколебательные процессы да ну такого род задачи мы решали отстраивали ну так если грубо говорить до отстраивали эту систему систему козырьков мембранных покрытий от этих резонансов неприятных до автоколебательных то есть предлагали некие конструктивные мероприятия но это были такие обтекатели назовем их тогда которые должны были насаживаться на края этой мембраны которые гармонизировали этот поток снижали значит срывы потока вот и тем самым снижали уровень вибрации да вот неприятно ну вот здесь показаны некоторые интересные красивые с визуальной точки зрения до картинки ну и вот некоторые наши мероприятия которые мы тут предлагали и обсчитывали тоже да ну вот к этим связанным задачам относятся не только задачи аэроупругости да то есть когда у нас поток воздуха как правило да или какого-то иного газа вызывает вот такого рода связанные автоколебательные процессы но и в качестве таковых может выступать жидкость ну недаром у нас помните cfd computation fluid dynamic почему потому что это описывается одними тем же уравнение и fluid и газ одними и теми же уравнения могут описываться ну естественно в каком-то приближении да вот в частности здесь мы видим одни из таких обиходных инженерных объектов ну кто-то относится к объектам строительства кто-то к объектам машиностроения не суть да дело в том что вот мы ими занимались и занимаемся это вот резервуар тонкостенные металлические резервуары вот с таким с такой крышей полу сферической да ну или полуэллиптической как угодно может быть и так и так в условиях сейсмического воздействия но здесь вот 8 баллов может быть и 9 может быть и меньше за 1 акселерограммы и стоит задача да это повторяя резервуары как видите написано транснефть очень большой емкости но вот они могут достигать 50 тысяч литров нефтепродуктов нефти и нефтепродукты 50 тысяч литров это большой объем то есть 50 тысяч кубометров и задача стоит в том чтобы посмотреть как эта система работает система какая вот эта вот стенка металлическая днище стенка покрытие собственно жидкость понтон который плавает на этой жидкости плавать он за тем чтобы как бы успокаивать до эту жидкость в случае колебаний при сейсмических воздействиях прежде всего да ну и еще кое-что там есть мы посмотрим что там есть еще что еще усложняет задачку да то есть вот надо посмотреть как бы как ведется вся эта система как связана гидро гидроупругая система да где жидкость колебания жидкости влияет разумеется на резервуар да вот на этот на стенке прежде всего резервуара а колебания резервуара соответственно влияет на жидкость такой взаимный переток идет до влияния уже нельзя сказать что давайте мы выкинем жидкость зададим ее какой-то нагрузкой ну или какой-то там массы например да вот и типа таспеть офидерзейн да нам этого достаточно нет недостаточно насколько недостаточно насколько это не точно мы сейчас еще посмотрим да но тем не менее это так вот такой связанные постановки как вы видите тут есть и жидкость так сказать со своими особенностями и своими уравнениями до колебания и есть конструкция да одну стальная да со своими уравнениями уравнение механики значит твердого тела вот видите что мы тут считали это в разных программных комплексах даже но с точки зрения верификации не скрою в энсис меккеникал и в abacus explicit разными подходами ну и вот некоторые результаты я тут вам показываю да вот это решение связанных задач ну тут справа виде такие красивые формы как бы жидкости свободной поверхности в разные моменты времени разумеется да разные моменты времени причем вот здесь наверху видите такая более волнообразная картина много не только такой наклон да но и волнистый такой наклон это когда эта жидкость ну это нефть или нефтепродукт без понтона а вот когда есть понтон видите понтон как бы успокаивает эти колебания то есть они становятся только такими длиннопериодными да то есть то нет вот таких мелких колебаний ну понятно потому что понтон их не пропускает вот который лежит на этой поверхности ну и вот соответственно как во времени выглядит как бы высота взлива ну то есть вот эта высота в определенной точке ведь она по времени меняется тут проявляется и более низкочастотные более высокой частотные формы колебаний ну а вот разные разные графики да они говорят о разном уровне да то есть вот скажем синенький нет красненький извиняюсь да это уровень как бы когда 50 процентов заполнена да вот как вот это все колеблется а синенький и желтенький это соответственно ансис и абакус уже да значит это когда сто процентов то есть по самую завязку это делала налита но вот мы видим что в ансисе абакусе получаются результаты ну достаточно близкие по крайней мере качественно близки да вот ну и здесь показано соответственно я даже не вижу что показано а тут уехала немножко да это значит высота радиальное деформирование до идеале деформирования лагранж гранж и абакус да там в разных постановках ну вот так а вот тут еще более сложная постановка для одного из резервуаров опять же в сейсмически активном районе мы видим что тут есть не только ну собственно резервуар разными цветами показаны разные толщины но естественно толщина максимальная листа вот тут она потом уменьшается вот красным это понтон а тут еще видите такой такая направляющая такой такой как бы стержень до металлический который вот так как бы имеет вы видите некий зазор с этим понтоном до вдоль которого этот понтон может подниматься или опускаться в зависимости от уровня вот этой жидкости нефти да но при динамике понятно тут очень сложная эта задача потому что тут наряду наряду с колебаниями жидкости и колебаниями резервуара происходит колебание колебание понтона и колебание этой стойки и поскольку есть вот такие зазоры то это еще и контактная задача то есть структурно нелинейные потому что определенные моменты времени этот контакт смыкается да то есть происходит контактирование в определенные моменты размыкается это очень сложная динамическая задача видите для девятибального района мы это считали если не ошибаюсь это был районного российска ну там вот есть такая известная нефтеперебалочная база шисхар из грушевая вот ну и результаты которые вот подтвердили работоспособность этой методики скажем так а мониторинге мы уже немножко с вами говорили насколько я помню до применительно к некоторым задачам но вот тем не менее здесь в контексте нашего обзора по объектам и задачам математические модели в составе и основе системы мониторинга инженерных конструкций до примена примере загорской гидроаккумулирующей станции ну вот ее 1 1 существующего эксплуатируем уже 20 лет очереди и вот 2 строящийся которые претерпела серьезную аварию вот в этом станционном узле мы об этом рассказывали вот здесь это показано да тоже могут показаны модели степени их реалистичности и некоторые результаты это вот реалистичные модели наши это вот система мониторинга мультимодельная дату для геофильтрации использовалась здесь одна программа для геомеханики другая и для модели сооружения nsis mechanical да и все это должно работать в одной системе и давать оценку фактического состояния с учетом естественно показания датчиков и прогноз на перспективу с точки зрения но в частности увидите критериев безопасности тех самых ну вот как выглядит алгоритм до создание модели напряженно деформировано состояние загорсков в nsis mechanical да то есть тут надо пройти несколько шагов несколько этапов для того чтобы построить ту самую адекватную до более того модель которая приспосабливалась до или как мы называем адаптивную модель адаптировалась до к показаниям датчика датчиков соответствовал этим показаниям и тем самым могла в каждый конкретный момент показывать фактическое состояние в том числе с точки зрения критерий безопасности и давать что тоже очень важно прогнозные или предиктивные оценки состояния ну вот здесь показано например вот на этом самом аварийном блоке до второй очереди загорской показано вот внизу реальная картина зафиксированная картина трещин образования в одном из поврежденных элементов ну в данном случае покрытия плита покрытия станционного блока а вот что дал наши математические модели сверху до программку комплексе nsis но с точки зрения я бы сказал качественные картины до достигнутых по вполне себе приличное соответствие ну я бы даже так сказал большего ожидать не приходится имея ввиду степень приближения тех моделей математических железобетона которые мы сейчас имеем вообще но и реализованные в ансисе в частности так но это как вы уже помните да что это такое сейчас мы подойдем к тому моменту когда искра молния пробежит между нет стадио и нами вот как раз панипу и нет стадио этого то что мы делаем для того чтобы наше умение знания как бы не просто способствовали нашему благополучию но и распространялась в массы профессиональное сообщество прежде всего образовательный процесс да не только в научный но и в образовательный но вот как раз я надеюсь что с нами у вас искра такая содержательная да и на пользу вот еще раз как бы панипу значит а и по книжкам пройдемся опять же вам у вас вам это показывая с тем чтобы при случае вы могли к этому тоже обратиться но в том числе и для цели там сдачи из отчетов и дальнейшей своей работы вот несколько книжек да в частности по вообще актуальным проблемам это 25-летие нашей фирмы это вычлительная аэродинамика в задачах строительства вот о чем мы сегодня много говорили ну много говорили отнюдь конечно же не все сказали вот это вот мониторинг тот самый да здесь как раз показан один из станционных блоков загорской гидроаккумулирующей станции там пять минут назад мы об этом говорили да ну строительная информатика журналы значит ну сейчас как бы журналы все практически доступны и есть среди них интересные есть те которые больше ориентируются ну скажем так на научные стороны ну вот например этот журнал всячески вам рекомендую только потому что это журнал замглавного редактора который я являюсь но потому что это признанный журнал не только в россии публикуясь в нем вы как бы можете получить хорошую репутацию научную да этот журнал как и вот журнал академии архитектуры строительства или издаются под эгидой российской академии архитектуры строительных наук повторяю я являюсь заместителем главного редактора этого журнала и вхожу в ряд коллеги журнала академия территории строительства тоже вам рекомендую но и есть такие весьма я бы сказал информативные очень хорошо изданные и значит я бы не относился к ним высокомерно несмотря то что они не имеют какого такого четкого научного статуса да это такие информационно-аналитические журналы среди них вот я выделяю журнал высотные здания хотя последнее время мы с другими многими журналами сотрудничаем но на сайте можете посмотреть там и мои мои там интервью с некоторыми журналами опубликованы в некоторых журналах вот высотные здания на регулярных об этом и печатаемся и получаем эти номера распространяем среди наших ребят обращаю ваше внимание начались вам интересно можем тоже из-за вас замолвить слово это вот как бы высотная прежде всего не только но прежде всего высотное строительство во всем мире не только в россии да не только и не столько потому что мы с вами понимаем что россия все-таки здесь ну нельзя сказать сейчас что плетется в хвосте европе она занимает безусловно передовые позиции в области высотного но в мире конечно есть бой более мощные игроки назовем это так да вот то что я вам говорил насчет соотношение строительства например в россии и китае 1 к 100 ну вот это вот как бы не фигура речи да к сожалению вот но опять же ободряющая для вас информация для кого-то для кого-то может быть наоборот что мы по всем тем основным направлениям научным научно-практическим до научно-образовательным до которыми мы заняты у нас есть аспиранты ну наиболее толковый из которых защищают диссертацию теперь же не только в москве вот в перми у нас два диссертанта защитилась за последнее время у меня тоже там знаете вот вот они тут в списке семнадцатого девятнадцатого годов один вьетнамский другой вот александр нагибович с которым мы наверно уже знакомы может быть лично может быть и и это сказать на расстоянии да вот если вы посмотрите название этих диссертаций значит вы прямо вот увидите рифму до что эти названия рифмуются с теми основными направлениями достижениями и проблемами да вот которыми мы вот занимаемся и который я по мере возможности пытался вам до вас донести российский но мы о них уже говорили и в общем контексте контексте безопасности хотел бы как бы сейчас такой бросить общий взор на общий взгляд на них до общий взгляд видите даже я тут такой хэштег придумал ну для оживления внимания до российские нормы хэштег бессмысленные and беспощадные да ну это понятно фигура речи преувеличения но для концентрации внимания не вредно да да мы в большой претензии к российским нормам они либо неповоротливы либо наоборот бегут впереди паровоза и могут привести к неприятностям потому что не основаны на глубоких исследованиях на обобщение результатов на работе больших коллективов а скорее служит там каким-то локальным да сиюминутным иногда даже и политическим целям так ну как это касается норм по информационному моделированию например то по бимтехнологии которые недавно как бы так сказать протолкнули ну скажем прямо да вот пару слов я об этом скажу но не в контексте критики а в контексте никого все-таки позитива и исторического оптимизма не только в отношении повторяю тех норм как которыми мы занимаемся да но и вообще как бы процесса да потому что если мы этим не будем заниматься ну значит чем дальше тем хуже все будет да то есть мы это понимаем но вот мы говорили вспомните начинали с этого первую лекцию с этого начинали до что основной наш закон наша даже не знаю что там да наша тора наша библия наш коран так и так далее да если поставить переводить в разряд религиозных там до верований и учений это федеральный закон называемый технический регламент о безопасности зданий сооружений ну последние изменения были в тринадцатом году федеральный закон 384 это как бы такой ас на основополагающий закон да под которым ходят живут значит все остальные нормы госты и так далее важный документ важно не будем спорить о котором я уже тоже много раз говорил на который ссылался это вот этот гост тот самый до 14 года межгосударственным да у него характер ну страны члены содружества так скажем независимого государства это надежность строительной конструкции основания основные положения ну есть много критиков этого документа я к ним тоже отношусь вот что там многие положения сформулированы достаточно общего не конкретно да где-то наоборот нету никаких то сказать свободы до свободы действий необходимых там ну так сказать нет необходимого числа степени свободы но как первый документ повторяя он вышел там пять лет назад вступил в действие да вот он в общем то не так и плохо да не так и плохо ну и хорошим хотя бы тем что вот дает эту классификацию с точки зрения с точки зрения категории там до ответственности да и устанавливает необходимое связи с этим требования по значит научно-техническому сопровождению по альтернативным расчетам ну и порядок других до положений и желаний почему я здесь показываю вот это уже упомянутая нами не раз и и на второй лекции нами затронуты сп нагрузки и воздействия вот обратите внимание да что последняя редакция изменения точнее говоря актуализированной редакции вышла в конце января этого года этого да то есть совсем свежие да то есть еще года не прошло почему я это говорю потому что здесь обращаю ваше внимание да что впервые впервые появились положения такие пассажи до абзацы положения в которых совершенно четко аргументирована не оставляющих двух точек зрения уравнена в правах математическое моделирование и физическое да то есть вычислительная аэродинамика который мы сегодня в частности говорили примеры которые мы приводили ну и соответственно продувка в аэродинамических трубок да то есть теперь уже никто не имеет преимущества вот ну конечно остается вопрос да остается вопрос квалификации тех кто занимается математическим длины но в ровно ровно в той же степени остается вопрос квалификации тех кто дует в аэродинамической трубе да то есть уровень требований к ним никак не меньше ну вот мы как раз видите среди авторов этого документа есть то есть центр стадия и знакомые вам я надеюсь фамилии до другой документ другой документ это значит нормы так называемые так называемые сп 385 ну далее там спорные это защита от прогрессирующего обрушения до в котором мы тоже сотрудничали надо сказать что градус обсуждения среди авторов коллектива авторов иногда просто зашкаливал то есть мы не совсем были согласны с нами не все были согласны а естественно вы нам догадываетесь что мы пытались туда внедрить и пытаемся нами догадываетесь да вот динамические методы методы с учетом всех форм нелинейности до физически геометрической структурной и показывали это например и но в частности прошлом году вышла такой методической пособия к этим нормам где наш раздел есть как раз касаемо динамических расчетов и там есть два таких весьма убедительных примера в этом пособие методической это тоже нами разработанной примере вот так что теперь никто не сможет сказать что он не знает что такие такой нелинейный динамический анализ при оценке устойчивости против прогрессирующие обрушения вот здесь показано как раз один из примеров это не из пальца высосанный пример да это вполне реальная задача для покрытия футбольного стадиона в нижнем новгороде до которой мы занимались и которые вот в таком интересном контексте предстал вот в этом методическом пособиям ну и наконец чем я хочу сегодня закончить на чем вернее хочу сегодня закончить у нас осталось с вами сколько минут или десять минут кто уточнит 10 до 10 10 вот я все-таки хотел несколько слов сказать несколько слов сказать о проблемах дали перспективы их решения потому что мы уже много говорили да я проблемах но так разрозненно несколько да вот тех которые по те проблемы которые мы видим в качестве ну таких требующих конечно безотлагательного ну или по крайней мере целенаправленного решения вот здесь я показываю снегопереносы снего отложения в качестве таковой да об этом уже говорили что ну да для простых зданий простых форм но вот как вот эта двускатная крыша ну вот вот эти снеговые мешки снеговые наносы до которые их можно достаточно уверенно значит определить как по по нормам ну вот это сп до видите как бы и пюре из сп по нагрузкам и воздействия в соответствующем приложении и соответствующие снеговые мешки и вот это милда вот тут вот с одной стороны но 75 другой 1 25 при движении таскать ветра поперек да при набегании ветра поперек могут по похожую картину ну хотя более такой видите такой более дифференцированное распределение снегового мешка мы видим в численных моделях наших до которые мы занимаемся уже достаточно давно тоже не первый год да но и похожую картину с численными мы видим как бы вот в натуре да или можем наблюдать натуре но если как только дело заходит о вот покрытиях большепролетных тем более более сложных форм до более сложных форм уникальных форм ну вот по типу того что я показывали трансваль парка для массы других большепролетных сооружений здесь и нормы бессильны и численные методы прямо скажем пока не дает удовлетворительного соответствия но с тем что как бы наблюдается в натуре ну и вот физическое моделирование о котором мы тоже говорили в реномических трубах тоже страдает множеством допущений и недостатков поэтому это безусловно направление которым надо заниматься особенно для большепролетных зданий и сооружений которые как мы видели уже да ну не то что зачастую а как правило да терпит аварию прогрессирующее обрушение в частности не то что на фоне а можно даже утверждать что вследствие больших снеговых нагрузок до распределение которых как выясняется мы не можем определить но и соответственно заложить наши расчеты это вот очень важное направление обращаю ваше внимание я уже наверно говорил что сейчас у нас очередной заход скажем так не первый уже на эти задачи и у меня есть некоторые надежды что вот аспирант тот который меня с этого года поступил в аспирантуру но я его знаю уже лет пять этого аспиранта еще со времен балакаврията что он ну насколько это возможно сейчас продвинут продвинет эту задачку да ну вот по крайней мере наши общие надежды на это нацелены так скажем ну разумеется есть много других проблем да вот к наряду со снеговыми но не то что пустое место но очень много вопросов гололедные нагрузкам да потому что для простейших форм эти гололедные нагрузки но просто эмпирически прописаны в нормах если мы говорим о каких-то там ну например высотках высотных зданиях фасадных конструкциях там где-то на отметках 200 300 400 ну тем более 500 600 метров там очень мало знаний соответственно нормативов в отношении правильного определения назначения вот этих гололедных нагрузок они могут играть ну едва ли не главенствующую роль для вот этих фасадных конструкций для там каких-то стеклопакетов например да ну далее мы с вами помните говорили что на сегодняшний момент для большого числа материалов да это и грунтовые различные материалы там значит сваяные основания бетон железобетон кирпичной кладкой композиты ну и так далее в статической статических динамических нагрузках отсутствует но или недостаточно развиты до те самые математические модели которые мы могли бы или должны были использовать для расчетного обоснования ну будучи уверены что они дают вот наиболее приближенных натуре результат да это так это так в этом направлении надо продвижать продолжать движение ну я как бы нахожусь в эпицентре этого потому что с разных сторон вижу да не только мы сами занимаемся но иногда выступаем в качестве экспертов да мы видим как много здесь предстоит сделать насколько приблизительные и сами знания те модели которые эти приблизительные знания отражают модели как математические так и те которые реализуются физических экспериментов ну другие виды нелинейности мы о них тоже говорили да но в частности вот хотя мы сказали что генетическая нелинейность требует учета да мы об этом говорили показывали для ряда объектов насколько она важна учет последовательности возведения но опять же это генетическая нелинейность это последовательность возведения этот монтаж может быть разным сейчас уже мы дошли до того что понимаем что в зависимости от технологии он может быть разным это последовательность может быть разным и по-разному должна учитываться до понимание такое есть дело за математикой да дело за математикой как это правильно учесть связанные задачи аэрогидропругости сегодня сегодня об этом говорили задачи очень сложные очень интересные очень красивые по результатам да то есть я честно говоря думаю что одни из самых красивых а красота она не просто спасет мир это один из таких двигателей до занятия интереса к науке да то есть красота задач сложность задач и красота тех результатов которые вы получаете и объясняете те или иные явления до математических частности так вот связанные задача аэрогидропругости столь же сложные смысле столь же красиво сколь и сложные для решения да то есть сегодня я уж не говорю про аналитику не город не говорю про физический эксперимент но математике до вычислительной математике для реальных задач строительной области да как бы решается только очень узкий класс ну или там правильно решаются до правильные подходы выработаны для достаточно узкого класса задач при весьма сильных как бы допущениях предположениях да если мы говорим о таких произвольных по форме там сложных до поддержанных разным ветровым частности воздействием сооружений значит пока еще рано говорить о том что мы тут продвинулись ну как бы к финальной точке ну с одной стороны это так с другой стороны это и хорошо то есть есть чем заняться да если с этой стороны ну про адаптивные модели в основе систем мониторинга мы говорили сейчас модное направление значит там цифровизации вы это знаете да цифровая экономика цифровые технологии цифровые производства цифровые двойники даже появились цифровые тени внимание я может быть на экзамен на зачете вас об этом и спрошу да ну вот как бы система мониторинга который мы предлагаем по идеологии по диалогии да она близка вот кем самым цифровым двойникам который применяется в других отраслях ну или там более рано еще более рано начали до например машиностроение до достаточно широко то есть и самые цифровые двойники которые отслеживает до жизненный цикл изделия да и в каждый момент можно на этом двойники это проиграть разные ситуации и посмотреть что будет происходить с реальным объектом это пожалуй все что я хотел вам рассказать я почти уложился во времени но теперь не уложился полностью три минуты на вопросы сейчас я услышал только при расчете сейсмики да может вам имеет смысл ближе к микрофону подойти потому что какая-то какое-то эхо я слышу начало слова который перекрывает с концом и вода еще раз при расчете сейсмики вы имеете до резервуарами что там было как какой-то сейсмики а от сессии в день значит смотрите ну если мы уже перешли консису да или там подобным комплексом да там есть разные подходы при расчете вот такой системы сооружения жидкость или сооружения газ да вот есть подход 7 до это в том случае если ну как бы течение жидкости и газа ну очень важно да а в случае например резервуара при сейсмики когда там нету течения до такой как бы неподвижный массив жидкости но он колеблется до колеблется там можно применять другие приближения не сейф дишни не не основанные на решение задач на въезд окса да то что 7g это как правило те или иные решения задач на въезд окса это задачи как раз так сказать аэродинамики или гидрогазодинамики с определенными моделями там турбулентности например да там их тоже существует немереное количество да с некие приближения замыкающие уравнение на въезд окса и делающих решабельными до современными средствами и вот собственно говоря разные подходы до разные подходы сейчас и мы в том числе многие исследователи рассматривать или иные объекты да вот как бы пытаются ну не то что поженить а по крайней мере понять где лучше использовать там чистый микроэнсис меккеникал например да где жидкость моделируется с помощью там объемных каких-то либо гидро динамических либо даже акустических жидкостных элементов так называемые элементы типа флюид да а где необходимо но абсолютно необходимо использовать вот севдишные подходы на базе решения уравления гидрогазодинамики да то есть вот такого единого ответа нет но короче всякий раз мы уже на уровне постановки должны как бы правильно ставить задачи правильно выбирать модель и соответственно под эту модель именно в такой последовательности до выбирать правильно тот программный комплекс эти опции его до которые вот эту возможность реализуют это касается всех программ но включить ансис тут не является исключением конечно то есть то есть опять же я вот обращаю ваше внимание на мозговую деятельность да что-то на человеческий фактор да на квалификацию вот потому что быстро жать кнопки это конечно хорошо никто не спорит но не дурно было бы и перед этим а также и после получения результата немножко подумать на это не вредно да там есть возможность значит экспорта импорта да есть такая возможность но я не скажу что она всеобъемлющая да тем более по всяким там характеристикам да потому что даже характеристики в севди и mechanical они там разные используются да ну по сути это связано естественно со спецификой задачи на въезд токс или механики твердого тела да но тем не менее геометрию до основные там параметры да можно можно так сказать конвертировать да из одного в другое еще вопросы не стесняйтесь пройдет еще совсем немного времени и вы не сможете мне задать вопросы обязательно ну вы даже можете и не знать там что они рассчитаны или кем-то хотя это конечно лучше да вот тех про которые известно что в этих зданиях есть какие-то конструктивные да ну прежде всего конструктивная может быть и иные особенности до которые нуждаются вот в неком обосновании и были подвергнуты этому обоснованию вот это конечно совсем хорошо это высокий класс это лишний балл вам да вот потому что я уже как вы догадываетесь не первый год провожу эти занятия и соответственно зачеты и экзамены применяют принимаю в разных университетах ну вот пермском уже какой седьмой или восьмой уже немножко сбился за счету с тринадцатого года это да значит то есть наверное уже но посчитаете да вот столбик так вот мне встречались разные случаи до среди экзаменующихся хороший случай это когда действительно показаны рассказано какие там проблемы как они решались хуже гораздо когда это просто такой знаете обзор экскурсионный что типа посмотрите на право посмотрите налево как это все красиво но это мы и так видим да насколько это красиво или ужасно так а вот хотелось бы таскать влезть таскать в кишки немножко да такие конструктивные ну и расчетные тоже конечно вот так как бы я ответил да по стадио но дело в том что ваша как бы претензия ваша критика абсолютно правильная мы я ее принимаю действительно последние годы но так получается что заказные работы заказные работы да то есть те работы за которые нам платят деньги да вы наверно догадываетесь что мы так сказать эти работы делаем за деньги да в том числе и и за счет этого существуем и за счет этого я могу вам лекции читать да потому что иначе бы нам было очень бы плохо так вот эти работы мы выполняем в условиях такого резкого дефицита времени там ресурсов всякого другого свойства в том числе финансов поэтому делаем это в основном в программах класса там тяжелого типа того же nc и mechanical nc cd и или специализированного до строительного типа скада лиры до лироса вот ну если речь идет о трубопроводах это вы наверное видели да это наш программный комплекс управленной системы в разных отраслях это астронова повторяет там 7 отраслевых ветвей и астро стадио вот где стадио есть это там это уточненный расчет элементов трубопроводов тройников отводов линзовых сильфон и компенсаторов и переходов да вот сказать что сегодня не 20 лет назад да не 20 а вот сегодня мы сколько-нибудь активно занимаемся вот использованием не для исследовательских повторяю цели до использованием стадио как универсального конечно супер элементного программного комплекса для расчета реальных систем повторяю не исследовательский да вот я не могу просто у нас на это нет ресурсов да ну и у заказчика тоже ну мы очень надеемся что ситуация когда-нибудь изменится тем более под флагом как вы как бы вы этот флаг назвали до под флагом импортозамещения да вот ну и прочих всяких неудобоваримых флагов да может быть когда-нибудь да и мы так сказать возродим это движение да для использования стадии в том числе для строительных объектов уникальных строительных объектов а значит но в таком конкурентном поле да ну вот я могу сказать так последние наши опыты серьезного использования стадия вот том самом конкурентном поле они были я вам их показывал кстати говоря применительно к экспертизам да где-то было необходимо действительно разные программные комплексы и наши знания это вот трансваль парк я показывал вам результаты помните да наверно 2 2 3 лекции назад это басманный рынок ну там я не показывал но можете мне поверить это спустя два года было сделано но может быть еще два-три объекта строительного до уникального строительного профиля до безусловно атомные станции и гидросооружения где просто есть уже наработанные модели в стадию ну если когда идет определенный возврат а он всегда идет да там продление ресурса какие-то задачи или там уточнение текущего состояния ну понятно нам выгоднее иногда бывает не пересаживаться на другой программный комплекс на тот же энсис или абакус или там специализированные а использовать те модели и те возможности которые были свое время разработаны в стадию но это такой достаточно узкий сегмент я бы так сказал узкий сегмент должен сказать что к сожалению большому сожалению да в россии сегодня как там говорят в россии нет еще пока команды лучше спартака да так вот в россии к сожалению нет ни одного тяжелого программного комплекса тяжелого не специализированного типа наши астры там или скада лиры до которые но как бы был бы действительно реально конкурентоспособен вот этим американским монстром да вы помните их да их тройку ansi собаку с на стран так который практически подмяли под себя и доминирует вот в этом поле в поле наукоемкого значит наукоемких задач вычислительной механики вообще ну и задачи строительной механики в частности на но ответил так бы все коллеги спасибо вам я надеюсь я сегодня наверное все таки вышлю я обещал не выполнил обещание вышли галин геннадий вопросы но они очевидны но тем не менее теоретическая часть вопроса первая часть ваших до ответов скажем так на экзамене или зачете вторую часть мы тоже с вами обсудили что за объекты какие они должны быть эти объекты могут быть на самом деле не обязательно построены я говорил это может быть какие-то проекты может быть даже фантазии может быть даже замысел ну вот например в москве предполагалось ну как в начале двухтысячных что будут построены здания по проекту архитектора фишера да вот александр выделять дикое удивление выражает да есть такой архитектор и несмотря на то что фамилия у неё фишер ну то есть рыбак практически да он вовсе не немец и не американец а итальянец так что вообще как бы говорит о том что он большой такой большой шпион да то есть он так вот он известен тем в архитектурном мире и строительном мире что он предложил но вернее является апологетом и двигателем идея динамичной архитектуры динамической архитектуры да то есть здание не просто как фантазия уже вполне реальные проекты здание которое меняет свою геометрию да по нескольку раз или там постоянно или по несколько раз в день да а и он предлагал еще здание которые вращаясь вокруг своей оси это высотное здание до вырабатывали энергию за счет ветровых электростанций которые у него строят то есть абсолютная фантастика вот москве лужков предполагал лужков предполагала построить несколько таких зданий я бы очень хотел поработать над такими проектами но думаю вы тоже он это все осталось как вы понимаете на бумаге да но если вы покажете такие объекты она того стоит как пример еще раз спасибо еще раз до свидания до новых встреч я думаю что мы уже будем встречаться в режиме возможно сдачи экзаменов до или зачетов наверное так уже декабрь у нас с вами не на носу а уже наступил все добро